Совершенно секретно. Личный кабинет Адольфа Гитлера. Кабинет Гитлера был сформирован 30 января 1933 года. В его состав входили рейс-канцлер Адольф Гитлер. Партия НСДАП вступил в должность 30 января 1933 года, покинул должность 30 апреля 1945 года. Вице-канцлер Франс фон Паппен, беспартийный, вступил в должность 30 января 1933 года, покинул должность 7 августа 1934 года. Рейхс-министр иностранных дел Константин фон Нейрат, беспартийный, вступил в должность 30 января 1933 года, покинул должность 5 февраля 1938 года. Рейх-министр иностранных дел Йоханфон Риббентроп, член НСДАП, вступил в должность 5 февраля 1938 года, покинул должность 30 апреля 1945 года. Рейх-министр внутренних дел Вильгейм Фрик, член партии НСДАП, 30 января 1933 года, покинул должность 20 августа 1943 года. Рейх-министр внутренних дел Генри Гиммлер, член НСДАП, вступил в должность 20 августа 1943 года, покинул должность 29 апреля 1945 года. Рейх-министр финансов Йоанн Людвиг Шервин фон Крозик, член НСДАП, вступил в должность 30 января 1933 года, оставил должность 23 мая 1945 года. С 1 мая по 23 мая 1945 года первый министр Германии. Рейх-министр экономики Альберт Лугленберг, немецкая национальная народная партия, вступил в должность 30 января 1933 года, оставил должность 29 июня 1933 года. Рейх-министр экономики Янмал Шахт, член НСДАП, вступил в должность 3 августа 1934 года, оставил должность 26 ноября 1937 года. Рейх-министр экономики Герман Геринг, член НСДАП, 26 ноября вступил в должность 1937 года, 15 января 1938 года, оставил Вальтер Фунг, рейх-экономики, член НСДАП, 5 февраля 1938 года, вступил в должность 1 мая 1945 года, оставил должность, сменил с поста Германа Геринга. Рейх-министр труда Франц Зальте, член партии НСДАП, Рейх-министр юстиции, Отто Георг Тирак, член партии НСДАП, вступил в должность 24 августа 1942 года, оставил должность 23 мая 1945 года. Рейх-министр рейх-экономики, рейх-министр рейх-сверх, верминборн фунг Блюмер, беспартийный, 30 января 1933 года, вступил в должность, 23 июня 1935 года, оставил должность. Министерство было упразднено, он же возглавил военный министр. Рейх-министр почт Вильгельм Анезорге, вступил в должность 2 февраля 1937 года, оставил должность 1 мая 1945 года, член партии НСДАП, рейх-министр путей сообщения, Юлиус Генрих, Дорп Мюллер, член партии НСДАП, вступил в должность 2 февраля 1937 года, оставил должность 23 мая 1945 года. Рейх-министр продовольствия и сельского хозяйства, Альфред Гугенберг, немецко-национальная народная партия, вступил в должность 30 января 1933 года, оставил должность 29 июня 1934 года. Рейх-министр продовольствия и сельского хозяйства, Рихард Вальте Дарре, член партии НСДАП, вступил в должность 29 июня 1934 года, оставил должность 16 мая 1942 года, сменил на этой должности Альфреда Гугенберга. Гербет Бакке, рейх-министр сельского хозяйства и продовольствия, член партии НСДАП, с 23 мая 1942 по 23 мая 1945 года, сменил на должности Рихарда Вальте Дарре. Рейх-министр народного просвещения и пропаганды, Йозеф Геббельс, член партии НСДАП, 13 марта 1933 года, вступил в должность 1 мая 1945 года, оставил должность 30 апреля по 1 мая 1945 года, рейх-канцлер Германии, после смерти фюрера. Рейх-министр авиации Герман Геринг, член партии НСДАП, вступил в должность 5 мая 1933 года, оставил должность 24 апреля 1945 года. Роберт фон Грэм, рейх-министр авиации, член партии НСДАП, с 26 апреля 1945 года, по 24 мая 1945 года. Рейх-министр наук, воспитания и народного образования, Бернард Руст, член партии НСДАП, 1 мая 1934 года, заступил в должность 30 апреля 1945 года, оставил должность. Рейх-министр вооружений и боеприпасов, Фридс Тодд, член партии НСДАП, вступил в должность 17 марта 1940 года, оставил должность 8 февраля 1942 года. Рейх-министр военной промышленности, Альберт Шпер, член партии НСДАП, вступил в должность 2 июня 1943 года, оставил должность 23 мая 1945 года. Рейх-министр оккупированных восточных территорий, Альфред Розенберг, член партии НСДАП, 17 июля 1941 года, вступил в должность 8 мая 1945 года, оставил. Рейх-министр по делам Богемии и Моравии, Карл Герман Франк, член партии НСДАП, вступил в должность 20 августа 1943 года, оставил должность 1945 года, 9 мая. Рейх-министр без портфеля Эрнст Рем, член партии НСДАП, 1 декабря 1933 года, вступил в должность 30 июня 1934 года, оставил должность, начальник штаба СА. Министр без портфеля Ганс Франк, член партии НСДАП, 19 декабря 1934 года, вступил в должность, в январе 1945 года, оставил. Мартин Борман, член партии НСДАП, 12 мая 1941 года, вступил в должность, 2 мая 1945 года, оставил в должность, руководитель партийной канцелярии, 30 апреля по 2 мая 1945 года, рейх-министр по делам партии НСДАП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова, ТЕЛЕФОН, Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова, Продолжение следует...